Партнер программы события Лицкий хлебозавод Используем натуральные ингредиенты и традиционные рецепты Лицкий хлеб выпечен с любовью Здравствуйте! На канале Лида ТВ информационная программа Я Алексей Водейко и мои коллеги прямо сейчас расскажем о новостях нашего региона Начинаем с анонса Встретился с руководством района и презентовал первое полное официальное римско-католическое издание Нового Завета на белорусском языке Лиду сегодня посетил митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич Мы приехали сюда, чтобы здесь есть эту презентацию, чтобы показать самолитским католикам эту книгу, книгу «Життя» Чище и краше к наведению порядка в городе присоединились депутаты Лицкого районного совета Я уже не первый раз принимаю участие в таком субботнике, всегда поддерживаю такие акции Лидер среди лидеров Победителем районного конкурса «Лидер года-2018» стала 11-классница первой школы Валерия Аукштулевич Сразу зажглась, я так воцарилась, думаю, ох, что же меня ждет, какие будут конкуренты Рок, оркестр и полный отрыв Личан пригласила ракофония Для Беларуси это все-таки что-то свежее, новое и, как мы увидели, очень нужное Сегодня Лиду посетил митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич Он встретился с председателем Лидского райисполкома Михаилом Карповичем и председателем районного совета депутатов Инессой Белуш В ходе беседы были обсуждены сотрудничество местной власти с Римско-католической церковью и межконфессиональные отношения, вопросы воспитания подрастающего поколения Речь шла и о строительстве нового католического храма в Лиде Костел святого Иосифа планируют построить в Южном городке, где недавно был образован приход В конце встречи Михаил Карпович и Тадеуш Кондрусевич обменялись подарками Хозяева вручили гостю картину с изображением фарного костела в Лиде А митрополит Минско-Могилевский преподнес руководителю нашего района экземпляр Нового Завета на белорусском языке Будучи в городе, я так само стараюсь споткаться с местными уладами Теперь было споткание с старшиной Лидского района Канкама, было вельм приемно подчути об тем, что относены нормальные, добрые относены Працовные, я бы так сказал, относены помеж местовой улада и католическим костелам Но я за счет и кажу так, что костел, хотя не из этого света, но он в этом свете И он так само повинен займаться справами людей, которые тут живут, не только духовными, а и социальными справами Особливо справами, может проблемами, надо бы сказать, сегодня выхованием, выхованием человека, особенно выхованием молодцы В этом мы и разговлялись со старшиной, и мне эта встреча сподобалась После встречи с руководством Лидского района Тадеуш Кондрусевич отправился в историко-художественный музей Где состоялась презентация первого полного официального римско-католического издания Нового Завета на белорусском языке Как отметил митрополит, такую книгу нужно читать и изучать ежедневно, чтобы утолять духовную жажду В новом году католический костел сделан переклад Нового Завета на белорусскую мову, на сучасную белорусскую мову Так случилось, что практически одночасово переклад был сделан так само и православной церквой И была презентация православного выдания, потом католического выдания в национальной библиотеке Такое место уже, уведомо, вельми важное А потом мы отремливаем запрошение Здесь лиды, ну я ведаю добро лиду, я ведаю добро, что великая католическая супольность Много католиков живет, так само православные и нормальные отношения Я принял это запрошение И сегодня мы приехали сюда, чтобы здесь, снизу эту презентацию Как показать так само лидским католикам эту книгу, книгу життя Трехи вас повести о перекладах Экземпляр Нового Завета на белорусском языке Тадеуш Кондрусевич Преподнес в дар Лидской районной библиотеки имени Янки Купалы А также Лидскому историко-художественному музею Для сотрудников Лидского музея сегодняшнее мероприятие Это значительное и историческое событие Оно уже войдет в историю нашего музея Наверное, не только, и в историю нашего города Очень приятно, конечно же, и почетно получить Из рук митрополита Тадеуша Кондрусевича Такое издание, которое пополнит нашу музейную коллекцию Печатное издание И эта книга, она явится действительно дополнением К нашим музейным фондам И займет почетное место в экспозиции Во время проведения различных выставок и мероприятий К другим темам Субботние прямые телефонные линии продолжают свою работу Завтра в Лиде обращение жителей региона Будет принимать заместитель председателя райисполкома Ярослав Миковоз Звонить можно с 9 до 12 часов по номеру 52-42-43 Вместе наведем порядок вокруг и благоустроим населенные пункты Под таким девизом завтра наличие не пройдут Республиканские районные субботники Трудиться будут и горожане и сельчане Людей, вооруженных граблями, метлами и лопатами Можно будет увидеть у предприятий и организаций В загородных детских оздоровительных лагерях И на придорожных полосах В лесах и парках У памятников и на кладбищах Только в Лиде планируется высадить порядка 200 деревьев В разных микрорайонах Я хотел бы пригласить всех литчан и жителей нашего района Принять участие в республиканском и районном субботниках Хочу отметить, что уже на протяжении всего апреля И до 15 мая в Лидском районе Объявлен месячник по наведению порядка на земле Сегодня уже многими предприятиями, промышленными, организациями Приведена в порядок собственная территория И необходимо сегодня приложить усилия Для того, чтобы сделать наш город еще ярче, красивее И вы видите, как он сегодня меняется на глазах Поэтому призываю всех литчан выйти на свои приусадебные участки На придворовые территории Действительно навести настоящий порядок Убрать мусор, покрасить надворное оборудование Если есть такая возможность Денежные средства, которые добровольно заработаны Будут направлены в первую очередь На завершение реконструкции Лидского замка И подготовку детских оздоровительных лагерей Лидского района Для того, чтобы наши ребята смогли все лето оздоровить Раздоравливаться в нормальных, здоровых и интересных условиях Депутаты Лидского районного совета работать начали уже сегодня Они десантировались в сквере у памятника воинам-железнодорожникам Чтобы убрать прилегающую территорию Также народные избранники здесь высадили ивы вместо тех, что засохли Субботники – это действительно возможность внести свой личный вклад в благоустройство нашего города Я уже не первый раз принимаю участие в таком субботнике Всегда поддерживаю такие акции Тем более, что еще когда я была депутатом предыдущих созывов То мы вместе с депутатским корпусом нашего районного совета депутатов Высаживали эти деревья Ежегодно приезжали сюда и во время субботников Имели возможность наблюдать, как все это растет Очень важно, что наши личане сохранили вот эту красоту Потому что действительно, это определенная достопримечательность нашего города Это пока я первый депутатским корпусом личный принимаю участие в республиканском субботнике Но такие мероприятия для меня и по долгу службы в лесхозе не новые Поэтому мы постоянно, ежегодно и весной, и осенью участвуем в субботниках А также других акций, которые проводят в нашем министерстве лесного хозяйства Поэтому мне, конечно, приятно, что встретились сегодня у нас с коллегами Ну и какое-то польза нашей деятельности будет даже на этом маленьком, небольшом пятачке, где мы сегодня работаем Пять лет на службе Свой первый юбилей 22 апреля отметит Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси Он был образован в этот день, в 2013 году, на базе экспертных подразделений Министерства внутренних дел Государственной службы медицинских судебных экспертиз Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства юстиции За пятилетнюю историю в работе экспертов произошли значительные изменения В их распоряжении сегодня современное оборудование, которое позволяет ускорить проведение экспертиз И получить результаты на самом высоком уровне За пять лет коллективом Лицкого межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Осмотрено свыше 6,5 тысяч мест происшествий Выполнены более 22 тысяч различных экспертиз и исследований Мы отмечаем не только пятилетний юбилей создания нашего Государственного комитета Но и день судебного эксперта Я поздравляю всех наших коллег, всех ветеранов экспертных подразделений Потому что пусть даже мы пять лет только образованы Но ветеранов у нас достаточно много Потому что раньше тоже существовали экспертные подразделения в других государственных органах Большое спасибо хочу выразить руководству Лицкого райисполкома За ту поддержку, которую они нам оказывают В частности, в прошлом году нам была выделена часть здания на Победы 61 В котором мы после того, как проведем ремонт, разместим полностью весь Лицкий межрайонный отдел И у наших экспертов, которые находятся в городе Лида, будут прекрасные условия для работы Накануне профессионального праздника коллектив Лицкого межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Был приглашен на торжественное мероприятие, где отличившиеся работники получили награды Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником Днем судебного эксперта Выражаю вам слова благодарности за добросовестную службу и работу Крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия вам и вашим семьям На Личине названо имя лидера года 2018 Участие в районном конкурсе принимали 15 старшеклассников, но лишь один из них стал победителем В этом году жюри признало лидером 11-классницу первой Лицкой школы Валерию Аукштулевич Бурные аплодисменты раздались в зале, когда было названо имя победителя районного конкурса Среди старшеклассников лидер года 2018 11-классница первой Лицкой школы Валерия Аукштулевич была достойна этого звания и по мнению жюри, и по мнению зрителей Ведь она лидер не только в конкурсе, но и по жизни Валерия – заместитель председателя районного молодежного парламента Член школьного парламента Содружества, командир волонтерского отряда «Милосердие» Однако, несмотря на большой лидерский опыт, перед конкурсом она все-таки очень волновалась Об участии в данном конкурсе я узнала давно, сразу зажглась, я так воцарилась, думаю, ох, что же меня ждет, какие будут конкуренты И вообще вот это все чувство очень так меня переполнено, и я очень зажглась, и я думаю, что достойно выступила Моя группа состояла из печи человека, это были самые активные наши дети, не только 11-й классы, а и 9-й класс Вот они вроде такие юные, а уже смельчаки, которые готовы помочь и поручиться за любое дело Мы репетировали каждый день, сценарий готовила я, все проходило очень так вот волнительно И что же нас будет ждать, к чему стремиться, во что вообще надеяться, на что надеяться И я думаю, что все было хорошо Районный этап «Лидер года» состоял из четырех испытаний, два из которых заочные Портфолио «Дорога добра» и видеоролик «Мой вклад для малой родины» На сцене конкурсанты должны были показать самопрезентацию «Я лидер» и защитить социальный проект Лидеры-старшеклассники предложили улучшить качество окружающей среды Обратить внимание на углубленное изучение истории своей малой родины А также выяснить причины мобильной зависимости у подростков и определить пути решения данной проблемы Организовать деятельность бизнес-школы для улучшения финансовой грамотности учащихся Определить, чья инициатива более успешная, жюри оказалось непросто Ведь все проекты уже реализуются Конкуренты были достаточно сильными, чувствовалось напряжение И была реально действительно борьба шла между нами Я готовилась очень долго, до подготовки был месяц И первое мое представление было это визитка А второй номер был про средневековье, назывался «На первой ту минулой» Мы показали танец и я рассказала про шестой школьный день, чем мы можем его разнообразить в школе Районный конкурс «Лидер года» вместо запланированных двух часов длился четыре Каждый участник старался показать все свои лидерские качества, удивить жюри и завоевать симпатии зрителей Конкурсанты очень сильные ребята Достойно представляли на конкурсе свои конкурсные задания Ребята все интересные, креативные, очень позитивные И поэтому сам конкурс был очень интересен и разнообразен Задача назвать сильнейших участников для жюри была сложной Но оно все-таки сделало свой выбор Третье место в районном конкурсе «Лидер года» было присуждено Лидскому гимназисту Денису Вакуличу Второе занял Александр Закревский из девятой лидской школы Для всех участников конкурса его испытания – это уже история Сейчас они проявляют свои лидерские качества в общественной жизни родной школы Птица снова зазвучала в Лиде Сегодня в детской музыкальной школе искусств дан старт открытому областному джазово-эстрадному фестивалю конкурсу под таким названием Он проводится уже в шестой раз, однако в этом году его формат несколько изменился В этом году наша птица несколько видоизменилась У нас добавилась новая номинация – эстрадное исполнительство И благодаря этому наш конкурс разросся количеством участников В этом году к нам приедет порядка 300 юношей и девушек, мальчиков и девочек со всех уголков нашей страны Сегодня за гран-при птицы боролись вокалисты в трех возрастных группах На сцену в номинациях солист-вокалист эстрадное исполнительство, солист-вокалист джазовое исполнительство и ансамбль и хор эстрадное и джазовое исполнительство Выходили учащиеся музыкальных школ и учреждений среднего специального образования Они исполняли как известные хиты, так и новые композиции Завтра в борьбу вступят инструменталисты Если вы еще не поняли, почему недавно в Лиде было так жарко, то мы раскрываем секрет Во Дворце культуры проходила музыкальная программа под названием Рокофония Это совместный проект рок-лейбла Ника Муза и камерного оркестра Гродненской капеллы Инструментальная музыка, рок-хиты и полная отдача себя залу – все это в течение двух часов получали зрители от заезжих артистов Музычная программа Рокофония дебютовала в 2017 году Ее премьера за аншлахом прошла в Гродненском драматическом театре Все лета проект был повторный там же, а после организаторы вырешили показать его лидчанам С собой рок-лейбл Ника Муза привез 14 хитов рок-музыки Микита Игнаценко, Денис Матяс и Кристина Сойко спевали для лидчан каверы на Scorpions, Queen, Stinger, Aerosmith, Pink Floyd и других В определенный момент удалось, что это оригинальное выполнение Аля басля вокалисты умело додавали нотку своего убачення композиции, от чего она только выигравала Для мировой индустрии такой формат концертов не новый Но для нашей страны, для Беларуси, это все-таки что-то свежее, новое и, как мы увидели, очень нужное Потому что, когда мы давали в Гродно первый концерт, мы поняли, что примерно такому же залу нашего драматического театра не хватило места И поэтому было принято решение дать второй концерт, который прошел с не меньшим аншлагом И вот мы надеемся, что после сегодняшнего концерта, когда по лиде пойдут слухи, что мы еще раз сюда вернемся, может быть осенью И прогремим здесь с еще более масштабной программой, которая включит в себя еще больше мировой музыки Представники рок-лейбла «Никому» засупинили свой выбор миновита на року не выпадково Это направление к музыке изразумело многим Когость ее переносит в молодость, а кто-то захопляется им и сейчас Эта музыка не чужая и оркестру Гродзинской капеллы Каждый жанр требует определенных технических приемов исполнения, ритмических своеобразия требует И, конечно же, и в этом случае тоже, поскольку здесь такой симбиоз звучания электронной музыки, электроинструментов И инструментов акустических, классических, оно, конечно же, имеет специфику, баланс, собственно В том отношении, ну, таких тонкостей звучания, как распределение звучания Ну, то есть такие профессиональные термины, может быть, не всем они будут интересны Но, конечно же, есть особенности, особенности в некотором таком более открытом, может быть, эмоциональном звучании И где, может быть, в классической музыке требуется некая опосредовательность, некая иногда недосказанность Иногда может быть какой-то вот намек на обстоятельства Да, но в рок-музыке это будет, в общем, более откровенное высказывание Не треба было проводить эти вопросы, как выполнить, что ракофония приносит глядачам асалоду Усе было бачно по их вачах Эмоции, якие переполняли литшан, передавались артыстам А ты и в свою чергу играли и спевали с еще большим натхнением Когда музыканты преподавали глядачам подойти до сцены и капразом потанцевать, устали, а маль усе С этого момента ракофонию можно смело назвать рок-концертом Чему вы решили прийти на концерт? Ну, это песни нашей молодости, наверное, когда мы еще были такими студентами, да? В общежитиях, в стройотрядах, с этими песнями мы и жили И как вам? Ну, по-моему, замечательно А вы с кем пришли? Ну, с супругой, конечно А чему вы решили у двоих прийти? Молодость вспоминали Мне очень нравится рок Я всегда любил его с детства Раньше на дискотеке всегда был рок Любили, танцевали, пласты Это первые на пластинках, на виниле Прекрасно Какие эмоции у вас после концерта? Фейверк Показать, что есть альтернатива белорусской поп-музыце Что в Украине створают рейджи, которые подобаются аматорам инших музычных напрямков Так как кресли в основную мету рокофонии Засновальник рок-лейбла Денис Матяс Мы хотим выйти на достойный уровень Так, чтобы люди смогли действительно оценить Ту музыку, которую мы исполняем Понять ее, прочувствовать Для этого немало нужно и подготовительных процессов И технического оборудования В общем, все должно быть на уровне Для того, чтобы зритель получил то самое удовольствие Первая музычная программа рокофония у Лиди не собрала полную залу А лишь те, кто присутничал на концерте, застались задоволенными Да и артыста у Лидской опублики не расчаровала На бис у зале гучала не один раз Ах, это значит, что музыканты уже мают в нашем городе свою аудиторию В конце выпуска о спорте Минифутбольный клуб «Литсельмаш» приглашает в воскресенье болельщиков В спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпия», Где в 29-м туре чемпионата Беларуси в высшей лиге Сразится со столицей Начало матча в 15.30 А вот футбольный клуб «Лида» Свой третий матч нового сезона проведет на выезде В субботу в Минске он сыграет с командой «Энергетик» БГУ Напомним, два первых матча для нашего клуба стали удачными Личане обыграли и «Слоним-2017» и «Пинскую волну» Что позволило им стать лидерами Смогут ли они удержаться вверху таблицы, покажет время Маленькие да удаленькие – такую характеристику можно дать участникам районного спортивно-массового мероприятия «300 талантов для королевы» Они – учащиеся первых, вторых и третьих классов Однако боролись за победу с не меньшим азартом, чем настоящие спортсмены Каждый школьник выступал в одном из трех видов программы Прыжках со скакалкой, метании мяча из-за головы и беге с барьерами Итоги подводились в личном и командном первенстве Среди команд сельских школ места распределились следующим образом Йотковская школа первая, Круповская вторая, Гончарская третья Среди команд городских школ лучший результат показали представители Лицкой гимназии Второе место заняли ребята из 13-й школы, а третье из 14-й Выявляются самые лучшие Это делается для того, чтобы развивать легкую атлетику Это президент федерации Девятовский придумал такую вещь Она очень хорошая, то есть с низов начинается с этого маленького возраста Искать таланты, чтобы они дальше развивались Есть же дети, которые развиваются сразу, уже акселераты Есть, которые попозже То есть выбираются лучше, но смотрятся, тренеры уже видят перспективу В каких видах? В легкой атлетике более 40 видов спорта То есть есть метание, есть бег, есть прыжки, есть десятиборья То есть есть спортивная ходьба Есть из чего выбирать Чем больше людей участвовать, детей, тем лучше выбрать Наш сегодняшний выпуск завершен, но новости на Личине не закончились Предстоящие выходные будут богатыми на события Жители региона смогут и потрудиться, и культурно отдохнуть И поболеть за любимую команду Обо всех мероприятиях мои коллеги расскажут в информационной программе «События» в понедельник До свидания Партнер программы «События» – Лицкий хлебозавод Испокон веков хлеб считался проявлением мудрости народной, красоты и здоровья Сегодня Лицкий хлебозавод радует вас свежим и румяным хлебом Ароматной выпечкой, необычайно вкусными тортами Мы заботимся о качестве своей продукции Поэтому используем натуральные ингредиенты и традиционные рецепты Лицкий хлеб выпечен с любовью Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова